В один прекрасный день мать сунула в его руку кисточку для туши и положила на стол табличку для писания. — Нарисуй, — сказала она, — иероглиф бракосочетаться. Аким, несколько удивленный, повиновался. Со всей художественностью, свойственной его расе и воспитанию, начертил он символический иероглиф. — Разбери его, — приказала мать. Аким с недоумением взглянул на мать, желая угодить ей, но не понимал, куда она клонит. — Из чего состоит он? — настойчиво продолжала мать. Каковы три первоначальных знака, сумма которых дает брак, бракосочетаться, сближение и сочетание мужчины и женщины. Нарисуй их. Нарисуй каждый особо, эти три начальных значка, дабы мы увидели, как мудро построили мудрецы древности символ слова бракосочетаться. Аким, следуя указаниям матери, увидел, что он нарисовал три значка — знак руки, уха и женщины. — Назови их, — продолжала мать, и он назвал. — Это верно, — промолвила она, — это великая повесть, это графическое изображение брака. Таков был брак вначале, таким он будет всегда в моем доме. Мужчина берет ухо женщины и ведет ее за ухо в свой дом, где она должна повиноваться ему и его матери. — Меня тоже привел за ухо твой покойный отец. — Я смотрела на твою руку. Она не похожа на его руку. Я присмотрелась к уху Ли-Фаа. — Никогда тебе не взять ее за ухо. Я еще долго буду жить и буду хозяйкой в доме моего сына на старинный лад, пока не умру. Он трусил и чувствовал себя несчастным. Дело в том, что Ли-Фаа, удостоверившись, что Тай-Фу отправилась в храм китайского эскулапа, принести в жертву вяленую утку и молитву о своем хилом здоровье, воспользовалась этим случаем и нагрянула в магазин Акима. Сложив свои дерзкие ненакрашенные губы в полураскрытый розовый бутон, Ли-Фаа возражала. — Это хорошо для Китая. Я не знаю Китая. Тут Гавайи, а на Гавайи чужеземцы меняют свои обычаи. — И все же она моя родительница, — протестовал Аким. — Она мать, давшая мне жизнь. Все равно родился я в Китае или на Гавайи у серебристый цветок луны, столь желаемый мною в жены. — У меня было два мужа, — спокойно отвечала Ли-Фаа. Один был Паки, а другой португалец. Я многому научилась от обоих. К тому же я получила образование. Я училась в высшей школе и играла публично на фортепьяно. И многому я научилась от моих двух супругов. Из Паки выходят самые лучшие мужья. Я ни за кого больше не пойду замуж, кроме как за Паки. Но он не посмеет брать меня за ухо. — А ты откуда это знаешь? — спросил Аким, насторожившись. — От госпожи Чан-Люси, — был ответ. — Госпожа Чан-Люси рассказывает мне все, что слышит от твоей матери. А мать многое ей рассказывает. Так вот знай, что мое ухо не для этого сделано. — Это мне говорила и почтенная матушка, — простонал Аким. — Это твоя почтенная матушка, — говорила и госпожа Чан-Люси. И эта госпожа Чан-Люси рассказала мне, — хладнокровно добавила Лифа. — А теперь я скажу тебе, мой третий грядущий супруг. Не родился еще человек, который поведет меня за ухо. Это на Гавайи не в обычае. Я пойду с моим мужем только рука об руку, рядом, половина с половиной, как говорят здешние женщины, хаоли. — Мой португальский супруг думал иначе и пробовал бить меня. Я три раза отводила его в полицейский суд, и каждый раз он отрабатывал свой срок на рифах, а после этого он утонул. — Матушка была моей матерью пятьдесят лет подряд, — стойко возражал Аким. — И пятьдесят лет подряд она била тебя, — захихикал Алифа. — Как смеялся, бывало, мой родитель над Яптэншином. Подобно тебе, Яптэншин родился в Китае и привез с собой китайские обычаи. Его старый родитель вечно колотил его палкой. Он любил своего отца, но старик особенно жестоко начал колотить его, когда он сделался паке-комиссионером. Каждый раз, как Яптэншин отправлялся по делам своей миссии, отец задавал ему трепку. Миссионер, узнав об этом, строго выговаривал Яптэншину за то, что он позволяет отцу колотить себя. Мой же отец заливался смехом, ибо мой отец был либеральнейший паке, переменивший свои обычаи, скорее, многих других чужеземцев. Вся беда была в том, что у Яптэншина было не в меру любящее сердце. Он любил своего почтенного батюшку, он любил и бога любви христианских миссионеров, но в конце концов он обрел величайшую в мире любовь, любовь к женщине. Ради меня он забыл любовь к своему отцу и любовь к любвеобильному Христу. Он предложил моему отцу шестьсот золотых долларов за меня. Цена потому такая малая, что у меня ноги были немаленькие. Но я наполовину каначка. Я сказала, что я не рабыня и не желаю быть проданным мужчине. Моя школьная учительница была старая дева Хаоли. Она говорила, что любовь — бесценный дар и не может быть продаваема. Может быть, она говорила так потому, что была старой девой. Она была некрасива, она не видывала любви. Моя мать, каначка, говорила, что не в обычае канаков продавать своих дочерей за деньги. Они отдают своих дочерей за любовь. Но она готова подумать, если Яптэншин устроит достаточное число хороших луау, попоек. — Отец же мой, Паки, был либерал, как я тебе говорила. Он спросил меня, желаю ли я взять в мужья Яптэншина. И я сказала, да. Свободно своей охотой пошла я за него. Его убила лошадь, но он был очень хороший муж. Что касается тебя, Аким, то я всегда буду уважать и любить тебя. И когда-нибудь, когда тебе не нужно будет брать меня за ухо, я выйду за тебя замуж. И войду сюда. Я останусь с тобой навсегда. И ты будешь самым счастливым Паки во всей Гавайи. Ибо у меня было два супруга, я училась в высшей школе и хорошо знаю, как делать мужей счастливыми. Но это будет тогда, когда твоя мать перестанет бить тебя. Она бьет очень сильно. — Это верно, — подтвердил Аким. — Смотри, — он приподнял свой широкий рукав, обнажив по локоть гладкую и пухлую руку. Она была в черных и синих кровоподтеках, свидетельствовавших о силе и многочисленности ударов, от которых он защищал свою голову и лицо. — Но ей еще ни разу не удалось заставить меня плакать, — поспешил добавить Аким. — Никогда, даже в детстве я не плакал. — Так говорит и Чан Люси, — заметила Ли Фаа. — Она говорит, что твоя почтенная матушка часто жалуется на то, что ей никогда не удается заставить тебя плакать. В этот момент раздалось предостерегающее шипение одного из приказчиков. Но было уже поздно. Придя домой окольными переулками, Тайфу, как из-под земли, выросла перед ними, выйдя из жилых комнат. Никогда еще Аким не видал своей матери в таком яростном гневе. Глаза ее сверкали, когда она сказала ему, игнорируя Ли Фа, «Теперь я заставлю тебя плакать. Я побью тебя так, как никогда еще не била, и буду бить, пока ты не заплачешь». — Так пойдем в задние комнаты, почтенная матушка, — предложил Аким. — Мы закроем двери и окна, и там ты можешь побить меня. — Нет, ты будешь бить здесь, перед всем светом и перед этой бесстыдной женщиной, которая хотела бы собственной рукой взять тебя за ухо. И такое кощунство называть браком, стой, бесстыжая! — Я останусь во всяком случае, — промолвила Ли Фа. Она бросила на приказчика грозный взгляд. — И хотела бы я посмотреть, кто, кроме полиции, отважится вывести меня отсюда. — Никогда не бывать тебе моей невесткой! — выпалила госпожа Тайфу. Ли Фа согласилась с ней кивком. — И тем не менее, твой сын будет моим третьим супругом. — Ты хочешь сказать, когда я убру? — взвизгнула старуха. — Солнце всходит каждое утро, — загадочно ответил Ли Фа. — Всю свою жизнь наблюдаю я его восход. — Тебе сорок лет, ты носишь корсет! — Но я не крашу своих волос. — Это будет позднее, — спокойно возразил Ли Фа. — Что же касается моего возраста, то ты права. В день юбилея Камахамехи мне исполнится сорок один год. Сорок лет я вижу восход солнца. Отец мой умер стариком, и перед смертью сказал мне, что он не заметил каких-либо изменений в солнечных восходах за все дни своей жизни. Конфуций этого не знал, но ты можешь прочесть об этом в любой географии. Земля кругла. Она вечно вращается вокруг себя, и возвращаются в свой черед времена, погода и жизнь. Все, что есть, было раньше. Что было, будет вновь. Вечно возвращается пора созревания плодов манго и плодов хлебного дерева, и неизменно повторяются мужчина и женщина, вьют гнезда малиновки и зуйки, прилетают с севера. За весной в свое время приходит новая весна. Кокосовая пальма вырастает, приносит плоды и отмирает, но всегда есть новые кокосовые пальмы. Это не просто моя болтовня. Многое из этого мне поведал мой отец. Продолжай, почтенная госпожа Тайфу, и колоти своего сына, моего третьего супруга, но я буду смеяться. Предупреждаю тебя, я буду смеяться. Аким упал на колени, чтобы его матери было сподручнее. И в то время, как она сыпала на него град ударов бамбуком, Лифа усмехалась и хихикала, разразившись под конец громким хохотом. «Крепче, о почтенная госпожа Тайфу!» восклицала она в промежутках. Тайфу усердствовала изо всех сил, которые были заметно невелики, и вдруг увидела нечто, заставившее ее уронить палку. Аким плакал. По обеим его щекам текли большие круглые слезы. Изумилась Лифаа, изумились глазевшие приказчики. Больше всего был изумлен сам Аким, но он ничего не мог поделать с собой. И хотя побои уже прекратились, он продолжал плакать. «Но отчего ты плакал?» часто спрашивала Лифаа Акима. «Погоди, пока мы поженимся», — неизменно отвечал Аким. «И тогда, о лунная лилия, я все скажу тебе». Два года спустя, в один прекрасный вечер, Аким, больше чем когда-либо напоминавший своей фигурой арбузное семечко, вернулся с собрания китайского благотворительного общества и застал свою мать бездыханной на ее постели. Непреклоннее, чем когда-либо был ее лоб и зачесанные назад волосы. Но на лице ее застыла вялая улыбка. Боги были к ней милостивы, она скончалась без страданий. Первым делом Аким затребовал телефонный номер Лифаа, но ее не оказалось дома, и он позвонил к Чан Люси. Свадьба состоялась по истечении сроков десятеро меньше того, какой требовался старинными китайскими обычаями. И если на китайской свадьбе бывает что-нибудь вроде дружки, так Чан Люси играла именно эту роль. «Отчего?» — спросила Лифаа, оставшись наедине с Акимом в вечерах свадьбы. «Отчего ты заплакал, когда твоя мать, помнишь, била тебя в магазине? Это было так глупо с твоей стороны, ведь тебе даже не было больно». «Потому-то я и плакал», — ответил Аким. Лифаа с явным недоумением уставилась на него. «Я плакал», — пояснил он, — «оттого, что вдруг сознал близость кончины моей матери. В ее ударах не было уже ни силы, ни боли. Я плакал потому, что видел, у нее уже нет сил причинить мне боль. Вот почему я плакал, о, мой цветок ясности, мой совершенный покой. Только по этой причине». Вайкики, Гонолулу, 16 июня 1916 года Земель-избир 01. Пап – вы 갖고UU. Продолжение следует...